Для того, чтобы выполнить второй защип, необходимо определиться, на каком расстоянии вы это будете делать. В самой лапке здесь есть вот такие вот желобки. От того, в какой желобок вы поставите первый свой защип, зависит расстояние лапки. То есть, можно выбрать и потренироваться на кусочки. Я, например, поставлю на самую последнюю. Теперь необходимо смотреть не на иголку, где она шьет, а именно пропускать вот этот первый защип в какой-то определенный желобок. Ну и посмотрите, у нас получилось защипчик на точном расстоянии друг от друга. Также можно выполнить ряд защипов с одной или с другой стороны. Витки.